Меокардиты. Всем известно, поражение сердечной мышцы воспалительного характера преимущественно, которые обусловлены непосредственными или опосреданными через иммунные механизмы воздействия различных факторов. Частота миокардитов на самом деле не так мала. Среди микроанарогенных заболеваний сердца это до 30% всех заболеваний. По данным вскрытия воспалительное поражение миокарда определяется в 5% случаев, а если умирает молодой человек моложе 35 лет, от неустановленной причины миокардит при вскрытиях выявляют примерно в 40% случаев. До сих пор существует некоторая особенность и различие в основном в терминологиях между отечественными классификациями миокардитов и международной классификацией, но в основном эта классификация различается в оценке морфологических особенностей миокардита. Тем не менее, естественно, мы будем придерживаться международной классификации. Ну и вот из основных эти логических факторов это инфекционные, прежде всего вирусные, но любой инфекционный агент, иммунопосредованные, в первую очередь аллергены и аутоантигены, и токсические. И в иммунопосредованных, и в токсических мы видим препараты, применяющиеся при лечении онкологических заболеваний, однако вот обращаю ваше внимание, что в них не упомянуты те препараты, о которых мы сегодня будем говорить. Патогенетические механизмы развития миокардита в данном случае представлены вплоть до его прогрессирования, до дилетационной кардиомиопатии, наиболее грозного осложнения и, собственно, прогностически неблагоприятного течения миокардита. Обращаю ваше внимание, что во главу ставится генетическая предрасположенность, при которой патоген бактериальный, инфекционный, неинфекционный действует, и возникает первая фаза миокардита, то есть прямое или опосредованное прямое воздействие на миоцит, который приводит к гибели миоцита, развивается острый миокардит, и практически всегда через острый миокардит заболевание прогрессирует либо в хронический миокардит, либо в излеченный миокардит, то, что у нас называется еще до сих пор постмиокардитический кардиосклероз. Итак, классификация миокардитов по характеру течения – это может быть фульминантный, молниеносный, с очень внезапным началом, но при этом сократительная функция сердца падает, но при этом размеры сердца еще не успевают увеличиться. Это может быть острый, это может быть хронически активный миокардит и хронически персистирующий миокардит, который может протекать в достаточно бессимптомной латентной форме. Клинические варианты течения миокардитов – часто очень клиника острого коронарного синдрома, может быть начало или прогрессирование сердечной недостаточности в отсутствии коронарной недостаточности, это может быть сразу исход в такую постепенно развивающуюся хроническую недостаточность сердечную, и, наконец, это могут быть жизнеопасные состояния в отсутствии коронарной недостаточности и других причин сердечной недостаточности. Здесь могут быть и жизнеугрожающие аритмии, внезапная сердечная смерть, кардиогенный шок и так далее. Итак, вот буквально несколько лет назад, а в нашей стране практически только год-два, мы столкнулись с революционной терапией, иммунотерапией рака за счет реактивации противоопухолевого иммунитета, которая, собственно, развивается в результате ингибированного, опосредованного подавления иммунного ответа вот этими иммунными чекпоинтами PD-L1, PD-1 и STLA-4, Т-лимфоцитов. Две группы препаратов, вот мы видим STLA-4 индуцированная иммуносупрессия и PD-1, PD-L1. Применяется в настоящее время практически при всех формах рака, в клинических исследованиях в основном применялись эти препараты при ранее очень плохо излечивающихся раках, при меланомии, при немелкоклеточном раке легких и так далее. Ну и вот буквально с 2018 года мы видим, как в рекомендациях о кардиотоксичности мы встречаем, что упоминаются вот эти ICI-ингибиторы конечных точек. Это группа препаратов. Она упоминается в специфических формах миокардита, вызванной иммуноопосредованной реакцией на лекарства и аутоиммунными нарушениями. Определяется, что кардиотоксичность также вызывается иммунными чинг-поинт-ингибиторами, вызывая развитие миоперикардитов. Как же диагностировать это состояние во время применения этой терапии? Очень сложно, поскольку миокардиты – это вообще чрезвычайно трудно диагностируемое в клинической практике состояние, особенно если они протекают малосимптомно, поскольку на это влияют прикрестные симптомы собственно онкологического заболевания и осложнение его лечения. Итак, диагностика миокардитов. Подозрения на миокардит во время иммунотерапии – это огромная группа симптомов, чаще всего проявляющиеся одышкой практически в 70% случаев. Но могут быть и различные яркие и скрытые симптомы. В последующем, как только мы увидим какие-то отклонения от кардиологического, какие-то из этих симптомов мы должны определить биомаркеры, которые определяют воспаление, миокардиальный некроз. И в этих биомаркерах мы определяем уровень тропонина, желательно I, NT-proBNP и C-реактивный белок. Потом схема диагностики миокардитов включает в себя, естественно, инструментальные методы – ЭКГ, эхо и МРТ сердца, которые особенно в диагностике этих миокардитов будут играть огромное значение. Мы должны обязательно выполнить коронароангиографию для исключения коронарогенного поражения миокарда. Ну и вот тот сложный вопрос, особенно в нашей клинической практике отечественной – это эндомиокардиальная биопсия правого или левого желудочков, которая в итоге позволяет сделать гистологическую, иммуногистохимическую, вирусологическую исследование биоптата и подтвердить миокардит, тем самым окончательно подтвердить миокардит. В последнее время также в программе обследования пациентов с миокардитом и, в частности, при ICI-миокардитах мы используем GLC-эхокардиографию, о которой сегодня говорилось, и вот схема, предлагаемая для уточнения состояния сердца структурно-функционального при этих состояниях. Особое значение будет играть МРТ сердца при остром иммунопосредованном миокардите. Предлагаемые протоколы МРТ для выявления сердечно-сосудистых осложнений противоопухолевой терапии, а хочу подчеркнуть, что МРТ в настоящее время в диагностических методах приобретает все большее и большее значение, на сегодняшний день, вот в этом году была публикация, как раз выделяет сердечно-сосудистые осложнения на фоне иммунотерапии, и мы видим, что с помощью МРТ предлагается диагностировать миоперикардиты, ну и токацуба, которая также может встречаться при терапии ингибиторами конечных точек. Ну вот описанный токацуба-подобный синдром у пациента с меланомой, которую лечили ICI, публикация 2018 года, подтвержденная в данном случае не только ЭХО, но, как мы видим, и вот очень хорошо видно здесь вот это вот расширение верхушки сердца, при токацуба, этот случай клинический подтвержден с помощью МРТ. Гистологические, иммуногистологические, молекулярно-биологические изменения миокарда у пациентов с ICI-миокардитами, которые, естественно, получаются с помощью эндомиокардиальной биопсии, в данном случае вот при остром миокардите и при хроническом миокардите представлены вот на данном слайде. Однако получение таких гистологических заключений чрезвычайно важно и может быть выполнено именно при тех фульминантных распространенных миокардитах, которые и были выявлены в ходе клинических испытаний ICI-терапии. Позвольте представить клиническое описание, в литературе описано 35 случаев развития ICI-ассоциированных миокардитов, которые получены в ходе клинических испытаний. И мы видим, что по данным ЭКГ миокардиты характеризовались значительными ЭКГ-изменениями. Также практически всегда был повышен тропонин. В половине случаев была снижена фракция левого желудочка, фракция выброса. И также был повышен НТПРОБНП. Кардиотоксические осложнения хорошо демонстрируют данные клинические случаи. Женщина 41 год, лечение метастатической меланомы, сопутствующее заболевание тиреоидит хошемота. Вообще надо отметить, что пациенты с аутоиммунными заболеваниями, и в частности с заболеваниями щитовидной железы, аутоиммунными тиреоидитами, наиболее подвержены осложнению ICI-терапии, в том числе и в развитии ICI-миокардитов. Итак, у женщины жалоба на небольшую одышку через 6 дней после 4-х циклов комбинированной терапии. Объективно, слишком повышен тропонин, нормальный НТПРОБНП. Синусовая тихикардия, МСКТ, кардиомегалия, признаки застоя, но фракция выброса левого желудочка 15%. Сделана коронарогравия без изменений. МРТ фракции выброса 12%. Гипокинезия перегородки. Была выполнена эндомиокардиальная биопсия, которая показала развитие действительно тяжелого миокардита. Назначена пульс-терапия 1000 мг метилпреднизолона в день, 3 дня, с последующим медленным снижением дозы и переводом на пероральный прием. Через 4 месяца фракция выброса практически восстановилась. Это ее диагностические исследования. Какой предлагается алгоритм выявления и ведения пациентов с ICI-ассоциированными миокардитами? Пациент с текущей или ранее применявшейся терапией ICI, появление новых кардиоваскулярных симптомов, ухудшение течения имевшихся симптомов или тяжелая сердечная недостаточность, дифференциальный диагноз либо ICI-миокардит, либо вирусный миокардит, пневмонит, острый коронарный синдром, другие причины сердечной недостаточности, включая кардиотоксичность от предшествующей онкотерапии, саркоидоз сердца. Я бы сюда добавила еще и токацуба. Выполнить все те исследования, о которых мы говорили, при выявленной патологии, если повышен тропонин или изменена ЭКГ, подозрение на аутоиммунный миокардит, остановить терапию ICI, экстренная консультация кардиолога-кардио-онколога, госпитализация в кардиологическое отделение, кардио-МРТ. Итак, хочу отметить ключевые моменты в развитии миокардитов при иммунотерапии ингибиторами ICI. Частота миокардита, связанного с ингибиторами, неясна. По текущим данным, колеблется от 0,06% до 1% у пациентов, получающих эту терапию. Но хочу согласиться с Ларисой Владимировной о том, что на сегодняшний момент мы имеем недоучет возможных кардиальных осложнений ICI-терапии. И, безусловно, пациенты, получившие эту терапию через какое-то время, должны точно так же, как при применении других кардиотоксических препаратов, пройти обследование на развитие сердечной недостаточности. Миокардит трудно диагностировать, особенно без нацеленности на такую возможность. Факторы риска для этого миокардита не совсем понятны, но могут включать основные аутоиммунные заболевания и сахарный диабет. Распространенность миокардита выше при комбинированной ICI-иммунотерапии. Миокардит обычно возникает через 17-65 дней после введения первой дозы. Сопровождается повышением тропонина, может иметь нормальную фракцию выброса левого желудочка, но могут быть и чаще всего фиксировались фульминантные формы, собственно, потому что они были такими яркими. Оптимальное лечение миокардита неясно в настоящее время, но в большинстве случаев лечит высокими дозами пульс-терапии. Как лечить вопросы и ответы? Вопрос, как лечить? Нет перспективных исследований, рассматривающих разные виды лечения. Краугольные камни проблемы, прекращение ICI-терапии и применение иммуносупрессоров. Применение глюкокортикоидов, ну, как я уже сказала на примере, 1000 мг в день первые 3 дня с переходом на прием пироз до за 1 мг на килограмм в день. Терапия иммуносупрессорами также еще не отработана, но нестабильные пациенты должны быть рассмотрены терапией антитромбоцитарным глобулином и плазмообмен. Стабильные пациенты с установленной при эндомикардиальной биопсии активным миокардитом или те, кто не ответил на глюкокортикостероидную терапию, должны рассматривать препараты иммуносупрессоры. Как долго лечить? Неясно, если есть ответ на терапию вплоть до редукции симптомов. Прогноз неясно. Как рассматривались в основном фульминантные миокардиты тяжелой степени тяжести, где была 50% летальность? Возможность продолжать терапию ICI нет данных. Опасность возврата данного осложнения. Только мультидисциплинарное решение, которое должно учитывать онкологический статус, ответ на иммунотерапию, тяжесть кардиотоксичности, регрессию кардиотоксических осложнений на иммуносупрессорах. Какой ICI выбрать? Наименьшая кардиотоксичность на сегодняшний момент выявлена на монотерапии PD-1. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok